Привет, друзья! Вышел новый iPhone 14 Pro Max, про который мы слышим из каждого утюга. А сегодня я вам предлагаю спуститься с небес на землю и рассмотреть смартфон 4-летней давности. Жестоко скажете вы мне, практично отвечу я вам. Безусловно, можно купить топовый iPhone, представленный на презентации. Но что делать, если бюджет ограничен или просто не хочется переплачивать лишнего, но получить в пользование нормальный, быстрый, большой телефон? Сегодня обсудим вместе, стоит ли покупать iPhone XS Max в 2022 году и чем он особенно хорош. Подписывайтесь на канал, поехали! Смартфон можно найти новым или живым БУ. Впрочем, когда найдете его в наличии, то обрадуйтесь цене, ведь можно купить на данный момент смартфон в среднем за 30-40 тысяч рублей, который некогда стоил почти 90 тысяч рублей. А я напомню, на тот момент Apple продавала только топовые флагманы в двух размерах. И это ее топ из в топ. Это после она уже перешла на версии подешевле. И это справедливая сумма за дешевый iPhone с хорошей камерой. В нем установлен телефотообъектив, широкоугольный модуль на 12 мегапикселей без суперширика. Но присутствует Smart HDR, портретный режим и другие приятные мелочи. По сравнению с iPhone 11, например, сравнивать я его буду сегодня со схожими по цене моделями, в нем не хватает Deep Fusion. Тут установлен чип A12, он его не поддерживает и ночного режима тоже нет. Впрочем, невелика потеря. Просто вспомните, что сэкономите деньги на функциях, которыми не часто пользуетесь. Но есть то, в чем iPhone XS Max точно хорош. Об этом далее. Одна из вещей, на которую можно смотреть бесконечно, это огонь. Он завораживает, будоражит и вдохновляет нас. Я давно искал стильный современный биокамин, перерыл много ресурсов и наконец-то отыскал лучший вариант по приятной цене. Приезжает через Wildberries, в любой уголок страны, в компактной коробке. Несколько деталей собираются в цельный камин легко, за 15 минут. Настоящий огонь прекрасен. Да и в качестве декора этот камин прекрасно дополнит ваш интерьер, создаст уют, атмосферу гармонии и любви. Ссылки, где вы можете ознакомиться со всеми вариантами биокамина и заказать его, оставил в описании. Главное преимущество iPhone XS Max по сравнению с XR или iPhone 11, кроме того, что экран у него больше, это наличие OLED-дисплея Super Retina HD вместо IPS. Еще что стоит отметить, это наличие тонких рамок, которых нет в других моделях, и высокого разрешения, имеющего огромное значение, а также плотности пикселей. 458 пикселей на дюйм против 326. Да, он чуть потяжелее, но зато тоньше и тактильно приятнее. Края смартфона из хирургической стали. По поводу процессора. Да, многих из вас может смутить тот факт, что в iPhone XS Max установлен чип A12 Bionic, но переживать не стоит. Процессор еще не изжил себя и без проблем справляется с запущенными приложениями и играми. А 4 гигабайта оперативки хватает для того, чтобы запускать массу приложений. Нормальный показатель в 2022 году. Этот iPhone вышел в 2018, а это значит, что вы получите еще следующее обновление iOS, а возможно еще и последующее, там уже как Apple решит. Учитывая то, что по статистике в среднем одним смартфоном пользуются около 2-3 лет, то это прекрасная возможность купить хороший большой iPhone задешево. Производительность никак не отразится на повседневном использовании. И пусть вас не беспокоит емкость батареи в 3174 мАч. Мой опыт показывает, что в среднем смартфон без проблем доживает до вечера благодаря хорошим показателям энергоэффективности. А с быстрой зарядкой подзарядить его на 80% можно за час, что тоже вполне себе приятный результат. Главное не пользоваться комплектным зарядником. Кстати, да, зато он тут присутствует. И наушники есть. Представляете, он еще с тех времен, когда компании не так яро беспокоились об окружающей природе. iPhone XS Max это топовый смартфон на сегодняшний день с большим экраном в 6,5 дюйма, с большим аккумулятором. Как ни странно, в продаже по-прежнему есть официально восстановленные и обменные айфоны, которые обходятся дешево. Я и сам покупал данный смартфон официально восстановленным, и на него до сих пор действует гарантия. Можно взглянуть и на БУ рынок смартфонов. Там цена колеблется в районе 30 тысяч рублей, что вполне демократично. iPhone XS Max можно без проблем найти даже на 512 гигабайт памяти и, повторюсь, с полным комплектом. Мой вариант на 64 гигабайта, но с облаком мне хватает. Характеристики у iPhone XS Max по меркам 2022 года, понятное дело, не топовые. Смартфону исполнилось почти 4 года, приличный срок для любого устройства. Но тем и хороши флагманы, что даже спустя много лет ими комфортно пользоваться. Лагов нет. Недавно обновился до iOS 16, показывал в ролике основные фишки и что изменилось. Пока все радует. На удивление, A12 Bionic достаточен и в 2022 году. Да что там говорить, сама Apple на презентациях каждый раз нам говорит, что скорость их процессоров излишни на сегодняшний день. И впервые в обычный iPhone 14 не стала менять процессор, оставив прошлогодний. Расскажите, пользуетесь ли вы iPhone XS или XS Max в 2022 году? Возможно, собираетесь купить его? Напишите ваши мысли, опасения, обсудим в комментариях. Поддержите ролик лайком, впереди много интересных обзоров, новостей и так далее. Пока-пока. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, где я публикую самые выгодные цены на технику и не только с Алиэкспресс. А теперь все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok